Друзья, всем привет! Это канал Мотиватор и сегодня мы в Академии Бокса. И у нас мероприятие. Второй вечер профессионального бокса. Второй по счету. Сегодня у нас 10 поединков, один из которых будет за звание чемпиона Сибири и Дальнего Востока. Так что, ребята, это будет бомбический выпуск. Смотрите обязательно до конца. Дальнего Востока. И у нас первый бой закончился. Первый, так скажем, вечер бокса у нас был с победой Артема. И сейчас снова победа в первом раунде. Скажи, пожалуйста, как ты готовился к этому бою? Готовился я где-то на протяжении месяца, ну где-то полтора вот так вот на подготовку у меня получилось. Как была подготовка, как проходила подготовка? Поздоровка была хорошая. Начали три месяца назад готовиться к этому бою. Но готовились под конкретно в одном облах спортсменов. За неделю до боя он отказался и пришлось... Была замена, да? Короткое время искать нового соперника. Во-первых, я готовился под левшу, соперник бывший, а тут правша и немножечко другая работа получилась. Ну успел перестроиться, так понимаю, да? Успел, да. Плана на боя не было, потому что соперника вообще в принципе не знаем. То есть выходить по первому раунду, смотреть, что он делает, как работает. То есть сначала первый раунд в разведку выйти, да, посмотреть, а потом уже работать. Сегодня сына вы водите, да? Да. Готовка проходила должным образом. То есть все было по плану. Так что... Если не секрет, какой план на бой? Все равно нас никто пока не услышит. Какой план на бой? План на бой выиграть, это естественно. У тебя каждый бой это какая-то отдельная установка? Или ты выходишь постоянно с одной установкой на бой? Каждый раз по-разному. То есть ты готовишься целенаправленно под соперника? Да, целенаправленно под соперника. И что-то новое хочу научиться, что-то новое хочу показать, зрелищное, чтобы люди видели. Восхищались. Я как бы готовился к четырем раундам, знал, что будет все четыре раунда. Но по ходу боя думал, что в первом или во втором снимется, либо врать с ними, потому что посек хорошо его. Вот. Ну, готовился к четырем раундам. И подготовка была на четыре раунда. Весь процесс тренировочный. Вот. Ну, по бою немножко устал, конечно. Функционалочка немного не хватает. Надо больше бегать. На самом деле думал, что будет легче, потому что посмотрел бои, что на боксера, на профессионального не сильно похож. Видел, что кидается постоянно. Думал, легко буду по сторонам уходить. Буду разбирать спокойно. Ну, пошло все не так. Валевой, да, соперник? Да, валевой соперник. Я к этому готовился, как бы. Какие дальше планы у тебя? Дальнейшие, что ты хочешь, куда ты хочешь? Дальнейший план, ну, так же тренироваться, боксировать. Ну, вообще цель чемпионом России стать. Ну, короче, ты нас заставил очень сильно поволноваться, если честно. Как всегда, да? Мы прям переживали всем залом за тебя, кричали, болели. Это твой десятый юбилейный бой именно в профессионалах, и он был за пояс. Да. Было очень круто. Скажи, пожалуйста, твои ощущения. Вот у тебя два пояса, мы даже не знаем, куда на тебя посмотрю, потому что весь в поясах. У тебя два пояса. Этот бой, пояс тебе достался в таком тяжелом, так скажем, бою. Противостояние было мощное. Скажи свои ощущения после этого боя. Ну, доволен, конечно, что я все-таки хорошо отбоксировал все 10 раундов. Это показатель для меня. Ну, слава богу, мы справились. Я очень рад, и это очень большой урок я вынес из этого боя. Буду намного серьезнее готовиться. Ведь это не шутки. С каждым боем все серьезнее, серьезнее соперники, и это показывает ринг. Профессиональный бокс. Дальше что? Какие дальше цели? Вот у тебя два пояса. Наша самая главная цель – попасть за границу. За границу? Надо заявить за границу. А как же Россия? Какие-то, может быть, промоушены? Слушай, мы не хотим. То есть только нацелен на за границу? Да, только за границу. Ребята, ну, что я вам могу сказать? Это 10-й бой Вороздата, и это профессиональный бокс. Было действительно очень круто. Я не знаю, что добавить, и я могу пожелать Вороздату только тебе, блин, побед дальнейших. Дальнейших, я думаю, мы возьмем у тебя интервью, когда ты будешь приезжать к нам в гости в Новосибирск, с отговорим с Европы, и поясок будет побольше. Дай Бог. Спасибо. Так что здоровья крепкого тебе. Спасибо. Спасибо.